Натали Вайнцер из Германии. Даром, что спортсменка ровесница Анны Хначенковой, но опыта у нее выступления на больших стартах значительно больше, чем у украинки. Она уже пять чемпионатов Европы имела возможность демонстрировать собственное мастерство. Дважды была на чемпионатах мира и даже выступала в Сочи на Олимпиаде, где стала 18-й. «Feeling Good» — это музыка короткой программы у Натали Вайнцер. Если у нее все пойдет как надо, то она может даже под 60, а то и за 60 баллов за короткую программу насобирать. Но у нее такое название музыки, что у нее не может быть все. Не может быть все плохо, наоборот. Тоже очень мягкий такой кошачий аксель. Я не сказала вам. А, далековато его исполнило. От нас все с вами далеко. Мы в другом городе находимся. Вот ты луп уже в полете был плохим. Не хотела вас расстраивать, он даже при отталкивании был плохим. Вот за девчонок я очень переживаю и страшно расстраиваюсь. КОНЕЦ КОНЕЦ Может быть она попробует каскад прыгнуть в конце. Но она спортсменка опытная, она уже не раз сталкивалась с какими-то хитросплетениями правил, в том числе и после падения. И может быть попробует. Ну могла бы двойной-то, ну могла бы двойной-то прицепить. Ну что ж такое, детенок милый. Нормальный был выстрелить. Был бы очень хороший прыжок. Вот это она наказанная. Это всегда так бывает. Кообасит Натали Вайцет. К сожалению, мы вам не можем рассказать про сегодняшние тренировки. Я только видела, как пары туда поехали. Вот и как утром закончили девочки. Потому что мы едем к утру сюда уже на основной каток комментировать и располагаться здесь. И нет информации по поводу... Вот для меня это очень печально, потому что я очень на тренировках, ну естественно, да, и на тренировках и сама получаю большое удовольствие, и вам могла бы рассказать. Но как-то вот мы начнем два дня, может быть завтра будет какой-нибудь часочек туда заехать. Я вчера вечером пробежался до тренировочного катка и попал как раз на тренировку, наверное, наших основных соперниц, американок и японок. Вот хочу сказать, что Вагнер, Голд, Асада, Мияхара в полном порядке. Вот в полном порядке. Чуть-чуть похуже Мирай Нагасу и Рика Хонга, а вот по два человека из японских сборных. У Голд вообще все в музыку, пускай мне не очень нравится ее жар-птица, но каждое движение в акцент в музыкальной. Там придраться не к чему. Голд очень хороша. Хотя Вагнер, катавший вчера как раз произвольную программу тренировки, мне, конечно, нравится больше. У нее и программы ей идет больше, и сама она, на мой взгляд, органичнее в ней. Мне кажется, что кто ставит... Рафаэль, это тюня? Нет, 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 наверное, ставит Лори Николь. Возможно. Потому что жар-птица, это, в общем, наверное, скорее всего Лори выбор. И Лори это очень чувствует... Фрэнд Кэррона работает с Лори. Ну, тогда может быть. Ну и Мехара, Мехара, катала... Работает с Лори и всегда работает с Лори. И у нее вот классическую музыку она чувствует очень по-своему. Я из 20 программ сразу могу сказать, какая у нее есть свой стиль, направление, как у каждого из нас, кто ставил много разных программ. И мне очень нравится, как она ставит. Она очень-очень слышит музыку. Ну, так вот, продолжим. На Мехара, конечно, со своими невысокими прыжками, но тоже не придерешься. А Мао каталась, каталась всю тренировку, каталась, каталась всю тренировку. Там делала какие-то попытки прыжочков. В отличие от большинства конкурентов, катала короткую, а непроизвольную. Катала три с половиной потом. И зал, состоящий на большую часть из японских журналистов, просто взорвался овацией. В общем, с этими четырьмя будет то, как непросто. А что кто здесь обещал простого? Простого никто не обещал. Чемпионат мира. Чемпионат мира. Правда, коллеги рассказывали, что там Женя Медведев чуть ли не два раза 3-3-3 прыгнула. Нам есть чем ответить. К сожалению, на наших девочках мы находились в эфире и не видели. А так, Наталья Вайнцер, 43-25 и тоже мимо, причем мимо так со свистом, что называется. Субтитры создавал DimaTorzok